Первый участок новой трассы М-12 Москва-Казань открылся в начале сентября. В Московской области движение запустили между центральной кольцевой автодорогой и большой бетонкой А-108. А сейчас эстафету приняла Владимирская область. У двухполосного отрезка федеральной дороги М-7 Волга, который принято называть южным обходом города Владимир, появился платный 26-километровый дублёр. Это четырёхполосная скоростная автодорога, оборудованная мачтами освещения и шумозащитными экранами. На ней нет светофоров или перекрёстков, поэтому разрешена скорость 110 км в час. Отдельно отмечается, что платный объезд Владимира удалось запустить на год раньше запланированного срока. Компании и подрядчики идут с опережением графика и надеемся, что уже через год участок по Владимирской области тоже будет сдан. В этом году суммарно на трассе М-12, начиная от Москвы до границы с Нижнего Городской областью будет сдано порядка 106 км, из которых 80 примерно 6. Это на нашей территории Владимирской области. Это вот этот участок, на котором мы стоим. Это вторая часть этого участка плюс 10 км. Это ещё обход, будем говорить, Петушков. Открытие сегмента М-12 открывает возможность для ремонта старой дороги, нынешнего южного обхода Владимира, который считается одним из самых аварийных участков на трассе М-7 «Волга». Вместе с тем, перестраивать мост через Клязьму и расширять двухполосный участок старой бесплатной дороги М-7 не планируют. Что же до новой магистрали М-12, то до конца года государственная компания «Автодор» планирует запустить более сотни километров дороги. Водители смогут проехать по ней от платного ЦКАДа до трассы Р-132 «Золотое кольцо». В первые выходные после открытия нового Владимирского участка среднесуточная интенсивность превысила 4000 автомобилей, а по состоянию на понедельник 17 октября было зафиксировано 9200 проездов через рамку взимания платы. На две трети этот поток состоял из легковых автомобилей. Как и на всей М-12, здесь реализована безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Она позволяет двигаться, не замедляя движение перед рамками, даже не имея транспондера, а платить за проезд постфактум. Например, на сайте компании «Автодор». «Автодор». «Автодор» 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 «Автодор»